Уважаемые господи, мы рады приветствовать вас и членов ваших друзей в Союзе. Это не первый ваш визит и не первые встречи между вами, вашими коллегами и нашими представителями. Но сегодня, в отличие от предыдущих наших контактов, мы встречаемся на фоне растущего понимания недопустимости сохранения статус КО в регионе, прежде всего в Сирии. Но сегодня, когда мы встречаемся с тем, что он не может защитить его в Суре. Уже всем стало ясно, даже тем, кто в свое время рассказывал сомнения на сей счет, что главным является предотвращение захвата террористов еще больших территорий. И на передний план выдвигаются общие антитеррористические задачи. В этой связи напомню об инициативе президента Путина, который призвал все, силы, которые не приемлемы к террористическому идеологию и террористическому практику, одниться в борьбе с так называемыми исландскими государствами, пострадавшими мусрами и прочими экстремистскими государствами. Время, мы считаем необходимым существенно нарастить усилий по продвижению политического региона в Сирии на основе Коммунике, и с поддержкой тех действий, которые предпринимает специальный представитель ООН Стефан Деместур. Мы искренне убеждены, что для этого необходимо, среди прочего, содействовать объединению всех оппозиционных групп на конструктивной платформе, которая будет, прежде всего, предпринимирована заботой о будущем Сирии, о сохранении ее в качестве целостного государства, в котором все этнические и конфессиональные группы чувствуют себя защищенными. В эти дни Россия Мы в тесном контакте с нашими партнерами из числа арабских стран Персидского залива, других стран региона, в контакте с американскими коллегами и при поддержке наших европейских партнеров. Стремимся содействовать тому, чтобы такое объединение всех оппозиционных сил как можно скорее состоялось и чтобы была подготовлена почва для эффективного участия сирийской оппозиции в возобновлении женевского процесса. Мы знаем, что последние годы вы очень многое сделали для того, чтобы способствовать объединению оппозиции на конструктивной платформе, поэтому ваши оценки ситуации для нас сегодня особенно не сильны. И мы знаем, что вместе с нами ряда над СМОН и я надеюсь, что сегодня мы сможем эти и другие вопросы связанные с кризисом, хочу обновление открытой конструктивой. В первую очередь хотел бы поблагодарить господина Сергея Лаврова, одного из символов современной мировой дипломатики. Я знаю прекрасно, что вы с июня 2014 года истинно посвящали себя по иску мирного политического решения. И я знаю, что вы разделяете с нами убежденность в том, что военное решение не принесет ничего хорошего для себя. Мы считаем, что сейчас ряды тех, кто поддерживает политическое решение, как внутри Сирии, так и в регионе, во всем мире, ряды расширяются. И сейчас есть реальный шанс для того, чтобы добиться успеха в этих усилиях. И поэтому от Сирии сейчас требуется как можно более разумная позиция с тем, чтобы можно было добиться реального осуществимого решения. И мы также считаем, что сложившаяся сейчас ситуация не может считаться благоприятной для продолжения террористической борьбы. И поэтому мы считаем, что для этого нам необходимо начать процесс подготовки Женевы-3. И поэтому мы считаем, что начало процесса открывает перед сирийским народом новые горизонты и даст ему надежду возможности выйти из тем коридор, в котором сейчас находится Сирия. Мы считаем, что нахождение политического решения должно стать первым шагом, после которого терроризм начнет отступать из Сирии. И мы считаем, что создаст благоприятную среду для того, чтобы сирийский народ мог эффективно бороться терроризмом, так как именно диктатура и терроризм уславливают ненужную плачевную ситуацию в Сирии. На конференциях в Каире, в которой принимали участие более 40 политических партий, представители различных гражданского общества и видные патриотические структуры, фигуры Сирии, а также представители вооруженных отрядов, была принята на конференции дорожная карта, некая общая картия, которая целью имеет создать для всех сирийцев общий фронт по защите своей роды. Так что мы считаем, что Сирия заплатила слишком высокую цену за то, что происходит. Мы считаем, что этот факт поможет нам открыть новый горизонт. в том, что касается общесирийской работы по достижению, по нахождению выхода из сирийской книги.